Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исаии Иерусалимского и обратимся к 37 главе. 37 глава содержит исключительно поучительную историю, очень важную в целом ряде отношений. Во-первых, просто как исторический феномен, как исторический факт, который воспроизведен и здесь, в книге пророка Исаии, в книге царств. Ну, не то чтобы прямо совсем дословно, но очень похоже. Ну и вообще, как своего рода, знаете ли, модельный пример того, что такое молитва, что такое на самом деле наш диалог с Богом, чем может быть и, может быть, даже призвана быть наша молитва перед Богом в разных тяжких и опасных обстоятельствах нашей жизни. Уже в предыдущей главе рассказывалось о том, что войска Ассирии, войска фараона Синнахирима под командованием некоего Рапсака обложили Иерусалим. Осада была долгой, тяжелой, опасной. Там этих ассирийцев было очень и очень много. Даже если мы будем неким скептическим образом относиться к приводимым цифрам, известно из других источников, что войска Синнахирима достигали нескольких сотен тысяч человек, значительная часть которых находилась под стенами Иерусалима. И вот этот самый полководец царский Рапсак, как уже было в предыдущей главе, так и здесь снова, возможно, и еще раз в 37 главе, этот самый полководец от имени царя и сам царь тоже. Вот они обращаются к царю Языки с тем, что не надо уповать на твоего бога. Мы тут самые крутые, у нас тут самые колесницы с ядерными боеголовками. Ничего не меняется, психология такого типа людей социально-одиноклой всегда. Мы тут покорили тех богов, всех богов этих богов, твоего бога тоже покорим. Ну вот, и когда царь Языки слышит об этом, с чего, собственно, начинается 37 глава, царь раздирает одежды свои, покрывается вретищем и идет в дом Господень. Он, конечно, его сердце раздирает досада, ярость, возмущение, но он вот раздирает одежды свои, покрывается вретищем и идет в дом Господень, а не идет сразу на стену командовать своими малочисленными войсками. И это само по себе чрезвычайно важный момент в характеристике этого человека, царя Языки. И он, прежде чем действовать, старается все-таки помолиться и старается спросить пророков, насколько есть у него такая возможность. Он не всегда это делает, но, тем не менее, вот в данном случае, возмущенный, оскорбленный Языки идет в дом Господень и посылает своих царедворцев, нескольких человек, пророку Исаии, с тем, чтобы пророк обратился и рассказал Богу о том, что происходит. Тоже удивительная, на самом деле, вещь, понимаете? Когда мы просим друг друга молиться, друг о друге, о своих проблемах, о разных людях, в этом вот нас поддерживает этот исторический пример. Так было всегда. Царь Языки просит Исаию помолиться и просит дать ответ от Бога. Это, смотрите, может быть, услышит Господь Бог твой слова Рапсака, которого послал царь Ассирийский, хулить Бога Живого и поносить теми словами, которые слышал Господь. Смотрите, во-первых, несколько удивительно, конечно, что царь называет Бога Господь Бог твой, Бог Исаии. Однако, если вдуматься, то он тем самым как бы пытается опереться на отношение Исаии с Богом. Это действительно тот Бог, которого ты чтишь, которому ты служишь. И вот царь просит, чтобы Исаия, так сказать, нажаловался Богу на те богохульные слова, которые слышал Господь Бог твой, вознеси же молитву об оставшихся. Значит, которые слышал Господь Бог твой, нет нужды пересказывать вот это все, всю ту бредятину, которая несет этот самый Рапсак, все то оскорбительное и глумливое, потому что Бог все слышит, Бог все слышит. И это тоже очень важная вещь, понимаете? Они думают о Боге как о том, кто все слышал. Ему не надо никаких подробностей. Ему не надо рассказывать, что произошло, и, как мы дальше увидим, в общем, не надо рассказывать, что делать. Бог все видит и лучше знает. Надо же вместо этого молиться об оставшихся, которые находятся еще в живых. Вот об этом просит царь помолиться пророка Исаию, об оставшихся, о тех, кто еще живы. Это в каком-то смысле, знаете ли, параллельной истории с царем Давидом, который тоже молится Богу до тех пор, пока есть надежда. Вот о тех, кто еще живы, просит помолиться царь языке. И Господь отвечает Исаии, Исаия отвечает царю, говоря, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя Иссирийского. Вот он возвратится в землю свою, и я поражу его мечом. Таким образом, Господь говорит царю языке, и я все вижу, я знаю, он возвратится в свою землю, этот самый царь Иссирийский, я поражу его мечом. Здесь тоже важный очень момент, потому что, как и в других местах, как, например, в том откровении, которое Господь дает Моисею при Неопалимой Купине, фундаментальное откровение, Господь говорит о том, что он видит и слышит. Я услышал вопль народа моего, как сказал Господь Моисею. Вот так здесь. Не бойся этих слов. Я держу, у меня все под контролем, говорит Господь. Я пошлю в него дух, и он возвратится в землю свою. И снова вернувшийся от своего царя, куда он ездил там для совещаний, этот самый Рапсак снова обращается к царю языки и говорит, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь. Вот ты слышал, что сделали царя Иссирийские, положив заклятие на всяких богов этих самых народов, которые их не спасли. В общем, вполне себе повтор того кощунства, которое этот самый Рапсак произносит и в предыдущей главе. И только разница в том, что здесь он пишет это, и таким образом у царя в языке и в руках некий документ. И вот что делает царь, понимаете, он берет это письмо, прочитал его царь, и пошел снова в дом Господень, и развернул его перед лицем Господнем. Ну, мы можем лишь догадываться или фантазировать, сколь глубоко в помещение храма вошел царь, во святая святых, вошел ли он или нет. Но по большому счету это несущественно. А важно, что он просто предъявляет Богу происходящее, просто предъявляет. Он приходит и говорит, вот это письмо, вот. Ну, конечно же, его слова чуть более поэтичные. Он обращается к Богу с хвалой, Господи, Саваоф Божий Израилев, сидящий на Херувимах, ты один Бог всех царств земли. Вот, преклони, Господи, ухо твое и услышь, открой, Господи, очи твои и воззри. Но, повторяю, суть содержания этой молитвы царя, Господи, вот ты посмотри, вот ты, я хочу, чтобы ты увидел. Больше, собственно, ничего не требуется. Вот это поношение. Царь говорит, что да, действительно, ассирийцы опустошили все страны и побросали богов их в огонь, но это были не боги, а изделия рук человеческих. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки Его. Таким образом, царь языки обращается к Богу живому, который действительно существует. И это очень важный, на самом деле, мотив для священного писания в целом, для Ветку Зайта в частности, то, что все остальное, все это надувательство, их не существует, этих идолов. Бог только один. И вот ему царь предъявляет создавшуюся ситуацию. Еще, еще раз повторю, без лишних подробностей. Он не рассказывает, не зачитывает письмо, не рассказывает долго всякие обстоятельства и не предписывает Богу, как Богу следует поступить. В этом смысле это важнейший учебник молитвы. Это глава. Потому что в современной жизни мы часто чрезвычайно много слов говорим Богу, думая, что почему-то это нужно делать. Но Бог все видит. Бог сам знает. И тем более бессмысленно разъяснять Богу, какие ответные действия, так сказать, от Него ожидаются. Потому что Бог важнее. И царь, Он ведь царь, это значит, что Он в своем городе самый главный. И вот Он очень при этом точно понимает, что в городе-то Он может и главный, но Бог важнее, Бог главнее всего. Вот Бог живая и, как мы бы теперь сказали, самостоятельная личность. И поэтому молитва в сущности вот сводится к такому предъявлению. И тогда Господь через пророка Исаию снова обращается к царю и говорит, о чем ты молился мне против Синахирима, царя иудейского? Вот слово, которое сказал Господь. И слово это, в общем, можно сказать, словом презрения. Оно с этого и начинается. Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона. Собственно, это слово обращено именно к ассирийскому царю. Надо сказать, что величие ассирийской державы еще оставалось в тот момент по меньшей мере на сотню лет. И тем не менее, вот как раз самому-то царю оставалось совсем недолго. И вот Господь через пророка говорит этому самому царю, «Посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, покачает след тебе головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил?» И, как нередко бывает в такого рода поэзии, Господь, вернее, скажем так, это слово Господне пророк облекает в достаточно пространные стихи, и поэтичный текст, исполненный действительно угрозой и презрения по отношению к царю ассирийскому. Есть, однако, в этом тексте некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, как и в других случаях, Господь владыка истории, Господь владыка судеб. И поэтому о замысле Божьем в отношении Синахирима говорится, вот, в древние дни я предначертал это, а ныне выполнил. Речь идет о победах фараона Синахирима, о победах ассирий. Господь говорит, что нет, это не потому, что ты такой боевитый, а это потому, что так я задумал с древних дней. Ты орудие в руке моей. Понимаете, это тоже, на самом деле, очень важная вещь. Разговор с царем, ну, конечно, там, заочный. И вообще, там, царь Синахирим, в конце концов, может, и не узнает об этом слове. Так или иначе, с лирическим героем царя Синахирима разговор идет не на равных. Бог обращается к этому самому ассирийскому царю действительно как владыка истории, а не как равный ему персонаж, действующее лицо исторических событий. И вообще говоря, для библейской веры это чрезвычайно важно. Мы можем иногда смущаться от того, что Библия, Верхний Завет представляет нам Бога единственным, по-настоящему, так сказать, активным деятелем истории. Иногда это создает некоторые богословские проблемы. Но, тем не менее, вот здесь нельзя не увидеть разницы масштабов между любыми людьми и Богом, который на небесах. И еще один момент, где о том же самом говорит Господь этому ассирийскому царю. Сядешь ли ты, выйдешь ли ты, войдешь ли, я знаю все, знаю и дерзость твою против меня. Я знаю все. Это, по крайней мере, часть того представления о Боге, которое характерно и для современной религиозности, вообще, я бы сказал, для современного монотеизма, во всех его изводах представление о том, что Бог знает все. Это важная вещь, потому что от этого зависит и то, как мы относимся к себе, к своей жизни, к тому, что происходит в мире. Бог знает все. И не скроется от него этот ассирийский царь, как бы он ни был могуч и властителен. И через пророка Исаио Господь говорит Синахериму, за то, что надмение твое дошло до ушей моих, вот за твою наглость, «Я вложу кольцо мое в ноздри твои и удило мое в рот твой». Значит, Бог говорит о том, что он взнузнает этого царя и остановит его на скаку. И языки же Господь говорит, «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида». Спасение, посмотрите, тоже снова и снова мы встречаемся с этим. Особенно часто об этом речь пойдет после плена, например, у Исаиа Вавилонского. Бог совершает спасение ради самого себя, ради обетования данного Давиду, а не ради каких-то хороших, правильных действий или заслуг кого бы то ни было из людей. Ну вот, и после того, как через Исаию Бог дает вот это обетование, об избавлении происходит нечто совершенно непостижимое. Вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. Встали поутру, вот все тела мертвые. И отступил, пошел, возвратился Синахирим, царь ассирийский. Довольно трудно, конечно, предположить, как выглядели буквально исторические события, которые стоят за этим сообщением. Может быть, как часто предполагают историки, произошла какая-то эпидемия, где погибла значительная часть ассирийского войска. Другие историки говорят, что тот мятеж против царя Синахирима, который поднялся в Ниневии, перекинулся и в лагерь войска, и часть людей в этом войске, передравшимся, погибли, а остальные были срочно уведены для подавления мятежа. А так тоже может быть. По большому счету, конечно, это не так существенно, а важно, что вот схемы событий 37 главы. Хамское, оскорбительное, богохульное письмо от имени царя Ассирийского ответ Бога, который говорит, я ради себя защищу этот город, и на следующее утро никаких ассирийцев. Вот таким образом дается совершенно потрясающий, во-первых, знак верности Бога, свидетельство, конечно, и верности его пророка тоже, и само по себе событие тоже совершенно образцовое, образцовое. Там, где царь вообще не в силах организовать сопротивление, там, где он прибегает к помощи Божьей, вот Господь действительно откликается, потому что спасение его народа, это для Бога важно, поэтому он это делает ради себя и ради Давида. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин